Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Продолжаются наши новогодние эфиры, потому что очень приятно вспоминать, несмотря на то, что 2020 год был сложным, тем не менее, жизнь продолжалась, и, как ни странно, есть в этой жизни и место для спорта. Были спортивные соревнования, пускай иногда в усеченном варианте, тем не менее, они произошли, и были победы, и особенно приятно, когда эти победы связаны с городским округом Люберцы. И сегодня у нас в гостях главный тренер футбольного клуба Люберцы «Тенза-М» Сергей Аскорбин и помощник тренера, играющий тренер, я так понимаю, капитан команды Сергей Савинов. Вот практически тренерский мостик с главной частью команды, находится у нас здесь в студии, а во второй части к нам еще присоединится администратор, брат Сергея Савинова, Константин Савинов. Здравствуйте, уважаемые коллеги! С Новым годом вас! Здравствуйте! Вы видите, как-то синим сел, прям в цветах вашей команды. Начнем с того, что в этом наступившем 2021 году, конечно, очень трудно вспоминать то, что происходило в прошлом, в силу ряда, как вы понимаете, обстоятельств. Я думаю, что 2020 году, конечно, достанется. Тем не менее, наши гости, которые сегодня пришли, сумели поучаствовать и в первенстве Московской области по футболу, и заняли призовое место, выиграли серебряную медаль, и, помимо всего прочего, они еще стали обладателями Кубка Яшина. Вот об этом мы и поговорим. И первый вопрос. Сергей, скажите, как удалось сохранить спортивное настроение? А то, помните, мы же весной нам сказали сидеть дома, и зарядку дома делать, и вокруг дома максимум ходить, а вам удалось еще все-таки в первенстве поучаствовать? Ну, честно говоря, были некоторые опасения, что нам все-таки не удастся сыграть, но мы надеялись, мы верили, готовились, скажем так. Но прошло в усеченном варианте, да? Да, прошло в усеченном варианте, все-таки пандемия вмешалась, и многие команды все-таки отказались от участия. Они отказались, потому что боялись за здоровье своих участников, или просто у них какие-то случаи уже были? Или просто так, на всякий случай? Наверное, скорее всего, скажем так, финансовая составляющая все-таки предопределила их решение. И сколько всего команд было? Вообще планировалось команд от 8 до 10, но таких стойких участников осталось всего 5. То есть стартовали, и даже до конца 5 участников? Да, 5 участников. Хорошо. И я тут сразу же переадресу. У нас два Сергея находятся в студии. А Сергей, который является играющим тренером, все-таки я всегда хотел такой вопрос адресовать. Играющий тренер – это как бы не совсем тренер и уже не совсем игрок. Вот вы кем себя больше ощущаете? Ну, я хочу себя ощущать еще игроком. Игроком. Поэтому тренер, но ты скорее помощник. Чисто помощник, да. Чисто советуемся вместе, то есть принимаем решения по составу. Вот. И уже вывожу команду. Но спрашивает с вас другой Сергей, как с игрока, наверное, прежде всего. Потому что вы же на поле. Конечно. Неприкасаемых у нас нет. Это даже 100%. Хорошо. Как проходил турнир, и почему все-таки серебряная медаль? Потому что мы, футбольные болельщики, всегда требуем самого главного. Золото нам давайте. Хотя, как у нас говорят, серебро с золотым отливом, да? Как проходил турнир? И какие были, может быть, сложности не только, скажем, экономического, но, может быть, и спортивного характера? У нас команда, да, есть игроки, которые участвовали, да, и по мастерам играли ребята. Вот. Есть, которые только в этот турнир вступили. То есть у кого-то чуть-чуть был, как говорится, по футбольным, да, словам, есть мандраж. 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 Да, чуть-чуть был мандраж какой-то. Вот. Первую игру мы сыграли в ничью с Ногинском, потом выиграли. Вот. Ну, у нас, конечно, предопредвижающая игра была с Пушкина здесь, когда мы играли. Здесь мы им, конечно, крупно проиграли. Крупно проиграли. У себя дома. У себя дома, да. То есть стены дома не помогли. Мы помогли. Почему? Потому что все-таки чуть-чуть, я говорю, то есть где-то вот мандража. Мандража. Мандража, да. Плюс еще, это очень огромный фактор, сказался, были травмы у нас у пятерых человек. А, ну да. Да, у пятерых человек в основном вот это все и сказалось. Играли ребята чуть послабее. Чуть послабее, и вот за счет этого, я думаю, они выиграли за счет этого. Но в итоге Пушкин-то выиграл весь чемпионат потом, забегая вперед. Ну, оно выиграло чемпионат, но мы два раза у них потом выиграли. То есть домашнюю игру, которая... То есть внутреннее ощущение, что мы все-таки у чемпиона выиграли. Да, домашнюю игру и самый главный кубок, что мы выиграли. Вот это очень... Раззадорило. Раззадорило, да. А какие еще были команды, значит, кроме Пушкина? Было Орехозуево. Ногинск? Ногинск, Орехозуево. Орехозуево, Нарфаминск, команда с Нарфаминска. Пушкина и мы. Хорошо. Ну, мы понимаем, что год был сложным. А в прошлые годы, как вообще сегодня живет чемпионат Московской области? Насколько я понимаю, ну, мы же воспитаны на, опять же, не самых лучших выступлениях в этом уходящем 2020 году нашей сборной. Непонятный футбол со звуком из радиоприемников якобы зрителей находится, я имею в виду, кубковые матчи и так далее и тому подобное. А вот каково место в Московской области? Кто за это платит? Я так понимаю, что не самая лучшая, да, обстановка вообще? То есть, как существует сегодня первенство? Потому что раз команды пришли, раз ушли. Сергей Владимирович, он что-то знает наверняка. У нас, скажем так, мы, скажем так, дебютанты в этом году. Мы дебютировали в этом первенстве первый год. Скажем так, дебютировали на четверку с плюсом, на твердую четверку с плюсом. Конечно, хотелось бы занять первое место, но, к сожалению, не смогли. Но мы хотим выразить огромную благодарность нашим партнерам, не люблю слово спонсоры, партнерам. Это Сергею Владимирович Стреколовскому, главе дирекции спортивных сооружений. Городского округа Люберцы, который предоставлял нам арены для игр. Огромнейшее ему спасибо за то, что подготавливал поле, раздевалки, все было на высшем уровне. Мы хотим сказать огромнейшее спасибо главе компании ТНЗМ, весоизмерительной компании Синянскому Михаилу Васильевичу. Мы хотим огромнейшее спасибо выразить главе Люберецкого городского жилищного треста Азизову Мамеду Кискиновичу за то, что поучаствовали в жизни и становлении нашей команды. Это все люди, которые нам помогли в этом году состояться и стать именно теми, кем мы сейчас являемся. Тем более год был сложный, и тут без помощи, конечно, было бы очень сложно. Мы могли бы тоже оказаться в разряде отказавшихся, а оказались в разряде призеров. Но вернемся к серебряной медали. Опять же, что помешало взять золото? Кто оказался последним препятствием? Золото нам помешало, конечно, взять, опять же, как Сергей уже сказал выше. Мы, еще раз говорю, мы дебютанты. К сожалению, очень много, многого вы еще просто не знали в этом турнире. Естественно, ничьи. Там, где можно было взять очки. Три очка мы сыграли в ничью. И, естественно, поражение домашнее от команды «Динамо» у Пушкина нас, конечно, откатило назад. Но серебро. Серебро для дебютанта. Да, для дебютанта, да. В этом 2021 году планируется первенство? Если вот с пандемией окончательно когда-то все закончится, как оно должно проходить? Какие-то слухи уже ходят или официальная информация? Разумеется, турнир будет и имеет право на существование. Я уверен в этом на все 100%, что он будет и будет жить. Мы, безусловно, примем непосредственное участие в этом. Потому что планы у нас далеко идущие, что мы пришли не на один год, а, скажем так, популяризируя ветеранский футбол. Что все-таки футбол в Люберцах жив, он есть, он будет. И это, скажем так, некая лакмусовая бумажка для того, чтобы люди, которые подрастают, подрастающее поколение, которым уже 37-38 лет, чтобы они стремились попасть в этот коллектив и продолжали свое футбольное долголетие в нашем коллективе. Тем более, как показывают последние цифры, некоторые спортсмены продолжают это футбольное долголетие еще и на главных площадках футбольных. Бьют там рекорды. Кто команда? Кто входит в вашу команду? Что это за люди? Где вы их собираете? И какой возраст участников в среднем? Наш коллектив, он, честно говоря, преимущественно ребята люберецкие все. Все люберецкие. И когда команда создавалась, не было у нас никаких, скажем так, других мнений. Исключительно создавались только на люберецких ребятах и на тех, кто когда-то в свое время выступал за команду Краскова. Да, было так. Вот. Мы создали этот коллектив, пригласили людей. На базе ФК Краскова создали. Ребята все прониклись, пришли к нам. Соответственно, вот... Сколько человек сейчас, если всех собрать? И тех, которые, может быть, сейчас все у травмы не участвуют, но такой, значит, список. Ну, наш коллектив, включая, скажем так, и тренерский состав, и администраторов, где-то насчитывает порядка 26 человек. Ну, команда, команда, все. Все наценно, да. Хорошо. Сергей, еще такой вопрос в завершении первого тура. Вот, и так понимаю, кубок, это из-за серебра как раз, да? Который был получен. Кто кубок-то вручал, кто получал, как происходила церемония? Или просто дали кубок, и все? Я переадресую вопрос Сергею, капитану команды. Да, Сергей, давайте. Или вы, как положено, в таком случае сняли медали и грустно пошли с кубком? Нет, мы не снимали грустно медали. Но, опять же, вот эта пандемия, да, которая есть, да, она... Кубок нам вручали в федерации Московской области. В федерации мы с главным тренером Сергеем Викторовичем подъехали туда. Вот, каждую команду вызывали по отдельности, вот, и там нам вручили кубок, медали, вот, и уже потом на банкете, мы уже был у нас банкет, и мы раздали этот... Все потрогали кубок. Все потрогали кубок, вручили медали, да, кто у нас стал лучшим игроком, всех раздали. А мяч это какой-то особый? Этим мячом мы играли на матч как раз кубка финала Льва Яшина. Ну, о кубке мы поговорим отдельно, потому что во второй части нашей программы кубок большой и футболист великий, безусловно. Поэтому расскажите нам об этом. Значит, завершая первую часть нашей программы, мы рассчитываем, что в новом сезоне все-таки, наверное, надо побороться за серебро. Хотя сложно, когда вот остался один шаг, вот, но есть возможности золото заработать? Они всегда... Даже если будет 10 команд. У нас только задача, это первое место, больше никак. Вот на этом замечательном аккорде мы завершаем первую часть нашей программы. Напомню, что сегодня у нас в гостях главный тренер футбольного клуба «Люберцы Тенза М» Сергей Аскорбин и помощник тренера, играющий, тренер, игрок команды Сергей Савинов. А после перерыва к нам присоединится вместо Сергея Константин, брат Сергея Савинова, администратор. Поговорим еще и об этой составляющей нашей сегодняшней команды гостей. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Наш новогодний эфир продолжается. И эфир связан с 2021 годом. Мы очень надеемся, что поскорее уйдут все проблемы, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Но было в этом году и все равно что-то хорошее для каждого из нас и иногда для целого коллектива. Таким коллективом является футбольный клуб «Люберцы Тенза М», главный тренер которого Сергей Аскорбин здесь находится в студии. И у нас, как и положено в футболе, ко второму тайму произошла замена. Вместо Сергея Савинова, помощника тренера, играющего тренера, место в студии занимает администратор и по родству брат Сергея Константин Савинов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Вот администратор – это тоже такая ответственная должность, и она подчеркивает, что все по-настоящему. То есть есть команда, мы же понимаем, что это ветеранский футбол. И так зритель подумает, ну просто ребята собрались и играют в футбол. Кто-то им там спонсирует или, как вы говорите, партнеры вам больше нравятся. И вот играют в свое удовольствие. Ну и хорошо, и слава богу. Но на самом деле мы уже выяснили, что все довольно серьезно. Все 20, почти 6 человек, которые участвуют в коллективе. Это, как вы понимаете, не то, что захотел, не пришел и так далее. Это работа такая, профессиональный подход. И какова роль администратора вот в этом сложном сезоне, который был в 2020 году? Ну, роль моя заключается в том, что, например, я занимаюсь мячами, формой, экипировкой, заявкой, будем говорить так. Ну и тут сразу два таких главных вопроса. Правда, что мячи-то плохие пошли нонче? Да. Все начинают, я помню, перед чемпионатом мира, помните, говорили, что что-то какой-то мяч, что-то, по-моему, перед каждым чемпионатом мира, как только мяч представляют, ну, есть же такая у нас, все говорят, вот что-то в нем. А я вспоминаю наши еще детские мячи, которые, по-моему, были самые простые и великолепно летали. Но я так понимаю, что это уже, как говорится, специалисты. Мячи что, действительно какие-то другие стали? Ну, да, как бы... Вы где выбираете? Вы их покупаете в магазине или как? Мы покупаем, заказываем, да, есть, ищем, вот, например, вот, который мячик у нас здесь, в студии, да, это вот мяч, будем так говорить, когда был Кубок Конфедерации, проходил в 17-м году, вот, и... Им играли? Вот, им мы играли на Кубок, будем так говорить. То есть это мяч FIFA, скажем так, да? Да, 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 которым играли на Кубке Конфедерации в 17-м году. Я был на нескольких матчах, в том числе в Санкт-Петербурге, так что, видите, как такая... передачная звена, и этот мяч стал счастливым для вашей команды. Счастливым для нашей команды, да. Мы сейчас поговорим о Кубке Яшине, еще один вопрос, самый тоже распространенный, касающийся любой команды, и тут и главный тренер может присоединиться. А бывает фартовая, бывает нефартовая форма, это правда? Или это все придумки какие-то? Ну, вот определили цвет, да? Бывает, да, бывает... А в чем нефартоваясь, может быть, форма, я не могу понять. Ну, не знаю, может быть... Просто больше проигрывают в этой форме, чем в другой, правильно? Ну, пускай скажет главный тренер. Или главный тренер на это не обращает внимание? Ну, скажем так, как главный тренер, я скажу так, нефартовой формы не бывает. Бывает нефартовый игрок. Вот, то есть когда с ним лучше попрощаться, потому что что-то как-то не очень идет. Ну, просто не пошла игра у человека сегодня. Вот, форма тут ни при чем. И даже номер тут ни при чем, как многие говорят, нефартовый номер. Просто не пошла у человека игра, поэтому... Но с другой стороны, вы же понимаете, что футбол тем прекрасен, что зрителю, тем более вот в тех условиях, в которых мы жили в 2020 году, ему хочется еще придумывать какие-то интересные чудеса вокруг футбола. Ну, разумеется. Конечно же, людям хочется чего-то такого пикантного. Вот, все мы прекрасно понимаем. Но это все не имеет отношения к этому. Ну, все, да, это не имеет отношения к этому. Но единственный момент, ведь правда, если помните еще в 80-х годах, когда вратари стали надевать... Они же раньше были в черной форме, да, как и судья. А потом вратари стали надевать желтое, ну, желтое, оранжевое, потому что считается, что привлекает футболиста, и он бьет именно в этом направлении. Это же действительно так? На самом деле, мне кажется, что не совсем это так, поскольку яркость этой формы, скажем так, многообразие спектра этой формы, да, он является больше, чем, скажем так, тем, чтобы не сливаться цветами с игроками команды соперника. Ну, вот такой подход. Можно и так трактовать, можно и так. Но давайте поговорим о главном. Вот здесь у нас в студии находится кубок имени Яшина. Расскажите об этом соревновании. Я так понимаю, что оно проходит уже давно, и как все проходило? Да, безусловно, турнир проходит очень давно, вот, и, к сожалению, мы не... С 99-го года? Да, с 99-го года, да. Вот. Выигрывали наши люберецкие команды, которые были у нас в 2003-2004 году. Была у нас такая команда ветеранская Люберца-Коренева. Вот, мы этих людей тоже знаем хорошо. Вот они выигрывали, привозили этот кубок сюда, в город Люберца. Он переходящий, да? Да, он переходящий. Вот. В 2005-м году, по-моему, выиграла команда «Ареал», тоже наша люберецкая. Вот. То и привозили они тоже этот кубок сюда. И вот с тех пор, с тех пор команды уровня области, которая выступала бы в этом турнире, не было. Мы, скажем так, спасибо, вот, хочу тоже сказать нашему президенту, Любу Евгеньевичу Мещерину, который, соответственно, поддержал наш этот... Порыв. Порыв, да. И всецелостьно помогал нам в этом, вот. И помогает. И помогает, да. Сегодня его нету с нами, но, тем не менее, он в курсе всего этого. Вот. Ему, он, скажем так, нам об этом рассказал, что 16 лет не было здесь команды, такого уровня. И вот в этом, в прошлом году, в этом году мы создали такой коллектив. В 20-м? Да, в 20-м году мы создали. Уже в прошлом. Да. Создали такой коллектив. И вот уже приняли участие в этом турнире. Сколько участвовало команд? И как проходило? Он в покупковой же системе, да? Да, в покупковой системе, значит, участвовало 4 команды, соответственно, разбивались на пульки. Полуфинал сразу и финал. Вот. То есть проиграть нельзя? Проиграть было, ну, как сказать, конечно, нельзя. Вот. Мы и не хотели проигрывать. Вот. Поэтому... А с кем боролись? Нас свела... Свел жребий с командой из Подольска. Ну, вот, из Подольска, а, соответственно, наших соперников свел жребий – это Динамо Уэлл Пушкина и Орехово-Зуево-Ритм, знамя труда. И в итоге вы сошлись? В итоге мы сошлись, да, в финале с командой Динамо Уэлл Пушкина. Соответственно, других у нас вариантов и не было, потому что мы знали, что команда очень сильная, и в финале будем играть только с ней. И мы с ними боролись даже в чемпионате. И там они вас обошли? На два очка. На два очка. А вот в кубке вы? То есть немножко сбалансировали. Мы как бы... Чемпионат состоял из двух кругов. Мы в первом круге, конечно, им уступили у себя на поле. Но во втором круге мы дали у них в Пушкино, в городе, бой. Выиграли со счетом 3-2. А как все? Мечи как? 2-0 или 3-2? Ну, как бы... Или по очереди забивали? Нет, мы повели 1-0, 1-1. 2-1 проигрывали. Вот это интересно. 2-2. И у нас есть такой последний защитник, играет последний защитник Александр Хомяков. Вот он и забил решающий мяч. А хорошо, а если бы была бы ничья, то что, как положено дополнительное время? Нет, там просто пачку. Это был чемпионат, да. То есть надо было выигрывать? Да. А потом уже в кубке мы с ними в финале сошлись. А, это вы говорили про 3-2, это чемпионат. А в кубке там, если бы была бы ничья, то надо было бы... Ну, соответственно, так и произошло. Так и произошло. Был счет 0-0. Так. Вот, игра была очень упорная. Будем говорить так. То есть вратарей играли хорошо. Очень хорошо. И как бы у нас вратарь даже, я вам скажу так, что... Был, наверное, один из лучших в нашей команде. Но кубок же Яшина, поэтому и положено так. И взял 3 пенальти. То есть... Да. Я думаю, что он был награжден вами, вашими возгласами. Да. Да. И очень все удивились, конечно. Падал туда, куда нужно. Да. Да. Но тут, конечно, если говорить о вратарской судьбе и судьбе самого Яшина, наверное, вот мне кажется, что именно в кубке Яшина должно все решаться в такой вот борьбе, где есть все виды. Да, где есть пенальти, где есть борьба, где 0-0. Тоже такой хороший счет, который... Может быть и 5-5, конечно. Вот. Скажите, а вот кубок отдавать же не хочется? Это как надо его каждый год подтверждать? Он переходящий. Вот. И если вы можете посмотреть, там таблички на кубке. То есть команда, выигрывавшая этот кубок, он переходящий из года в год. В каком году? Да. Он раз в год проводится? Да, он раз в год проводится. И вот в этом году нанесут название нашей команды на этот кубок. 2020. Да. Особый год. Вот, в котором мы выиграли. Ну, естественно, мы не снимаем задач побороться за этот кубок в следующем году. Ну, и стать чемпионом. Стать чемпионом. У нас такая задача. Ну, а теперь, если позволите, у нас остаются 3 минуты. Я не могу, все-таки вы люди профессиональные, которые не только занимаются сами футболом, но и внимательно следят за тенденциями. Насколько пандемия ударила по большому футболу? Потому что есть такое ощущение, что игроки, не чувствуя поддержки зрителей, все-таки как-то играют немножко не так. Или это ошибочно? Да, пандемия, конечно, очень, как бы, ну, посодействовала на футбол. И, как бы, игроки не могут без зрителей собраться и играть без зрителей. Даже, возьмем, смотришь по телевизору ту же Лигу чемпионов, или Лигу Европы, да, или ту же Лигу нации сборной. Нет такого ощущения, вот вчера даже, будем говорить, играла сборная России с Сербией, и, как бы, ну, не было ощущения, что, как бы, это Лига нации. Он, как бы, тоже проводится первый раз, этот турнир. Ну, есть, складывается ощущение, что в футболе произошли какие-то изменения. Мы, конечно, надеемся на то, что рано или поздно все-таки начнет работать страна, страны, мир начнут работать нормально, и появится вакцина, и жизнь возродится, что называется, и на стадион хлынут толпы людей, потому что футбол подразумевает огромное количество болельщиков. Но есть ощущение, что все-таки какая-то такая, иногда смотришь на футбольные, вот не хватает, да, зрителей. Вам как игралось? У вас же были какие-то зрители частично? Мы благодарны нашим болельщикам, которые в этом году следовали за нами на каждый выезд. Вот, у нас есть болельщик Александр Андряков, который посетил все наши выездные матчи. Вот, мы его, естественно, премируем, вот, футболкой, да, золотой. Если бы вы сказали, я бы тоже ездил. Золотой выезд 2020, он получит от нашего клуба, вот, эту футболку. Замечательно. Ну, как вы понимаете, все, что делается, не только делается для вас, для каждого из вас, для команды, но все это делается для зрителей. И очень хочется надеяться, что в этом 2021 году футбол вернется в нормальное русло, и вся жизнь вернется в нормальное русло. Вам удастся сохранить за собой кубок Яшина, вот, и, конечно же, хочется, чтобы к серебряному кубку добавился кубок чемпиона Московской области. По крайней мере, всегда хорошо, когда есть над чем работать. У нас в студии главный тренер футбольного клуба «Люберцы» Тензаем Сергей Аскорбин. Спасибо вам большое, Сергей, и за команду, и за ваши искренние ответы. И администратор команды Константин Савинов, которых мы поздравляем с наступившим 2021 годом. Желаем вам не только футбольных успехов, но и просто нормального человеческого счастья. Мы хотим поздравить с наступившим 2021 годом всех люберчан, всю страну, пожелать счастья, здоровья, чтобы никто никогда не болел, чтобы вы жили дружно. И победами вашей команды. Да. Так, Сергей, вам. Мы благодарим вас за то, что вы нас пригласили. Нам было крайне приятно и лестно, что все-таки о ветеранском футболе говорят, и интересно людям, интересуются. Также от себя, от команды хочу поздравить всех люберчан, всех людей с наступившим Новым годом. Пожелать, безусловно, хочется огромнейшего здоровья, чтобы никто и ничто не смог помешать этому. Ну, и вам пожелать процветания. С Новым годом. С Новым годом. Спасибо большое. И вас также. Итак, с Новым годом. Программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова